Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители, все, кто меня знает, новые посетители моего блога и моего нового проекта Клуба органического земледелия Фролова Юрия Андреевича. Ну а я сам, Фролов Юрий Андреевич, и приветствую вас в моем хозяйстве в Тверской области, Ржевский район, и непосредственно в моем большом зимнем саду, а вернее его левом крыле, таком небольшом, где сейчас я покажу вам, как мы высаживаем в грунт, но уже в тепличные условия, наши рассады помидор или перцев или других культур. Сегодня у нас перцы. На что первое надо обратить внимание, когда мы с вами из дома, уезжая из города или где мы выращиваем рассад, привезем вот такую прекрасную хорошую рассаду, о рассаде мы с вами говорили в первой нашей беседе, в разных маленьких роликах, на что надо обратить внимание. Обязательно оберегайте рассаду от ожогов, которые она может получить при транспортировке через стекла автомобиля, если погода солнечная. Вот могут быть такие пятна обожженные, особенно если листики прижимаются к стеклам. Это будет... Ничего страшного, конечно, не произошло, но на это надо обращать внимание. Вот в данном случае у нас высокие грядки, у нас полнородный слой почвы тут полтора метра. Отдельный вопрос, что у меня в теплице, на то будет большая лекция, на как она оборудуется, техническое строение, биологические методы. Это все будет рассказано в нашем мероприятии, которое мы проведем 26-27 апреля. Ну и несколько раз за год мы будем проводить такие мероприятия по теплицам, зимним садам, агротехнике выращивания, технической составляющей и прочее. Значит, мы в теплице, и у нас здесь имеются вот такие высокие гряды, они для удобства. Мы ходим, я по доскам хожу, ну, правда, еще тут солома лежит, она потом будет размещена на грядках, но пока лежит между рядами на досках. Сухая, ничего не гниет, все прекрасно. Значит, что мы делаем? Мы размечаем, в зависимости от площади, как мы будем сажать рассаду перцев. Значит, между перцами, если это крупные перцы, которые могут вырастать до метра или более, нужно сантиметров 40 на 40 клетку делайте, не экономьте здесь, чтобы солнце освещалось со всех сторон. В данном случае направление юга, вот как я рукой показываю. Восток там, значит, и утром освещается, и летом, когда солнце высокое, значит, весь почти световой день. Задняя часть, вам сейчас не видно, телезрители, но там тоже пустая, значит, открытая часть, поликарбонат, и свет вечером идет оттуда. То есть с трех сторон мы получаем, значит, круглый, практически целый световой день освещения. Теперь мы размечаем. Я втыкаю обычно такие колышки для удобства, и знаю, что в каждом месте луночка будет. Теперь мы берем лопатку, я вот сейчас, чтобы видно было, хорошо уберу, значит, вот эти пару колышков, чтобы не мешали обзору. И, значит, делаю, намечаю ямку. Значит, у нас перекопана земля с соломой, пролита Байкалом, пролита Востоком. Это комплекс бактерий, благодаря которым мы получаем плодородный биогумус. У нас солома очень быстро, за буквально месяц перегнивает, и вот таким образом мы внесли сюда еще и золы. Хорошие золы. Мы имеем где-то метр двадцать ширину грядки и два метра здесь. Сажаем мы сюда, вот в таком порядке, через сорок сантиметров, тут будет восемнадцать кустов. Восемнадцать кустов. Делаем лунку, глубиной, соответственно, с наш стаканчик. Ну и теперь распределяем таким образом наши посадки. Значит, сначала и ближе к стеклу мы сажаем более маленького размера кустики, а более крупные дальше. Для чего? А чтобы хватало сил, света, у них потенциал роста не такой большой, как у более крупных их, так сказать, собратьев. Сажаем, которые поменьше. Поскольку стаканчики у нас, вы уже знаете, удобные пластиковые, мы вот такими круговыми движениями делаем нажатие. И он легко у нас выходит, видите, как удобно, как хорошо. Можно вот увеличить сейчас, да, немножко я покажу. Значит, посмотрите, целый комок спокойно высовывается. Да, не поливайте до высадки. Почему? А потому что, чтобы комок вот целый попал в руки, не разломился. И корневая система не разломилась. Вот прекрасно. Теперь мы немножко проливаем, проливаем нашу ямку, ну, примерно пол-литра, литра, значит, воды. Помещаем. Значит, если много, чуть-чуть вот так вот заглубляете, если я слишком много сделал. А вот примерно в уровень с почвой. И вот таким вот образом мы, я руками привык работать без перчаток, вот мы его чуть-чуть прижали, чуть-чуть буквально. И теперь мы высаживаем все наши перчики вот от такого плана. Сейчас мы сделаем маленькую паузу и покажем вам, что будет после. Вот. Ну, теперь, видите, перцы посажены. Значит, ровно по линейке, по ниточке, на равных расстояниях, примерно где-то 38-40 сантиметров друг до друга от перчика до перчика. Почву прижали, хорошенько пролили, обязательно вокруг. Значит, сажать надо вечером желательно и поливать вокруг, ну, хорошенько пролить, если почва очень рыхлая и позволяет это сделать. Вот таким вот образом. Вот такие вот. Значит, пролили. Ну, все таким образом пролили перчики и укутали соломой. Соломой можно укутать и до проливки. А солома нам дает что? Во-первых, почва от яркого солнца, от высокой температуры, верхние слои не будут подсыхать. Значит, а если соломы не сделать, или любой мульчой, можно щепой, нехвойных пород, деревьев, альсины, ольхой, пожалуйста, это тоже можно сделать. Сантиметров у нас, ну, 5 слой. Потом будет по мере роста делать больше нужно. Вот. Мы берем вот так вот солому. Вот так вот мы ее... А потом раскладываем и как плоскость. Только имейте в виду, что около самих перчиков надо оставлять вороночку, чтобы солома не сжимала стебель и не подгнивала. Стебель может поражаться грибками, и чтобы этого не было, надо просто оставлять маленькое-маленькое сухое пространство. Вот теперь корневая система быстро хорошо разрастется, а у нас ведь вся почва перекопана была вот с этой соломой. Она рыхлая-рыхлая. Солома будет гнить, поставлять питательные вещества, кислород будет проникать глубоко. Ну, а у меня еще под грядками сделаны воздуховоды. Это отдельная тема, когда мы коснемся разговора об устройстве техническому теплиц. Почему у меня эти трубы, для чего. Как я сберегаю углекислый газ, тем самым урожайность увеличивается, а проветривать надо редко будет теплицу. И вот мы, собственно, вот таким вот образом подкладываем соломой. Сначала тоненьким слоем, ну а затем по мере его уменьшения будем уже обкладывать еще дополнительно. Ну вот примерно уходит минут 15 на посадку одному человеку вот такой грядки. У меня их много, но в принципе это можно делать и быстрее, если наловчиться в этом уже, так сказать. Все, перцы, томаты, вот под таким укрытием соломы могут выдерживать температуру у меня до 50-50 градусов. Ну, 55, это критическое. Если бы не было соломы, не выше 40, они бы уже вяли, даже если почва была бы сильно увлажнена. Это и есть такая особенность, неспособность усваивать воду корневой системы, когда почва прогревается выше определенной температуры. Здесь же я уже могу до 50-55 в пиковые часы. Но и это позволяет увеличить прирост в разы, если она укрыта соломой. У нас много углекислого газа, у нас редкое проветривание. Углекислый газ основная, питательный структурный элемент, углерод для построения тела растения. Вот, собственно говоря, вот таким образом. Но пока маленькая растенница, нужно поливать почаще. Открывать солому, подходить, смотреть, все ли у нас влажно, мало ли какая погода. Ну и зимой уже, то есть, что я говорю, зимой оговорился. Сейчас у нас апрель. В принципе, с самого начала апреля, 9 число, ну можно было бы сажать и раньше на неделю, на две в наших условиях, когда у нас толстый поликарбонат, аж 30 миллиметров, когда у нас зимний сад пристроен к дому и тепло идет от дома. И ночью не бывает меньше, даже если на улице минус 3 бывает заморозок ночью, то здесь у нас плюс 8, ой, плюс даже 12, 8, по-моему, даже и не было, плюс 12. Вот, потому что минимальную температуру желательно не опускать плюс 8, это предел для уже подросших рассады перца, томатов. Вот, все-таки эта культура любит тепло. Ну вот, сегодня у нас на этом, по пересадке, значит, в теплице перцев, как маленькая такая 7-минутка передачка подходит к концу. Благодарю вас, до новых встреч на огороде, в саду и в теплицах. Всего хорошего. Благодарю вас, до новых встреч на огороде, в саду и в саду и в саду и в саду.